Желтые синие 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 Однако химчане продолжали контролировать ход встречи. Во второй четверти после двух быстрых атак гости смогли догнать желто-синих и выдали рывок 0-8, сократив отставание всего на один балл. Но два броска сверху Агастина и дальнее попадание Жалобаля вернули нашу команду в лидеры 57-45. Поддержать игроков октября прибыли верные фанаты. В перерыве мы поинтересовались у болельщиков обоих клубов, кто, по их мнению, победит в этом матче. Я родился, вырос, учился в Волгограде, просто работаю в Москве. Я ездил в Люберцы, я ездил на ЦСКА, сегодня вот присутствую на химках, но планирую еще поехать в Европу. А сегодня подожди? Я не знаю, сложно сказать. Очень хочется надеяться, что красный октябрь. У них игра без тактики, без всякой. Мне кажется, они просто бросают, вот у них два легионера и все. И пока попадают, сейчас они выдохнутся, мы оторвемся. А у нас кто лидеры сегодня? У нас команда всегда играет, лидеров таких особых не выделить. Ну, очков 20-25 мы выиграем и за сотню перевалит, наверное. Во второй половине матча, несмотря на все старания Калпеппера и Дина, гостям так и не удалось догнать химчан. Мони, Агастин и Грин увели подмосковную команду вперед. И на последних минутах на площадке в составе гостей появился президент клуба Дмитрий Герасименко, который играл персонально против Мони. Но наш капитан зарядил треху и химки одержали 20-ю победу подряд. 99-78. Хотелось попытаться победить, потому что, конечно, я понимаю, что планировать победу над химками еще в выездной игре это неразумно. Но, тем не менее, все серии когда-то заканчиваются. И почему бы не попробовать? Может быть, не все так пошло, как я думал перед игрой. Думал, что будет чуть-чуть полегче. Но, скажем, отдадим должное и волгоградской команде, потому что хорошо боролись. 9 и 10 января молодежная команда провела два матча против дубля московского «Динамо». Обе встречи молодежной лиги ВТБ завершились уверенными победами желто-синих. В первый игровой день химчане обыграли москвичей на 25 очков, не уступив ни в одной четверти. 90-65. Самые результативные. Захаров 27 очков, Дуду 13, числов 9. 10 января наша команда проявила себя также уверенно и обыграла «Динамо» со счетом 71-55. Отличились Левшин 15 очков, 4 перехвата, 3 передачи. Рогожкин 14 очков, 15 подборов. И Числов 11 очков, 4 передачи, 2 подбора и 2 перехвата. Вчера игра сложилась для нас более легче. Мы собрались все, думали, что нам надо выигрывать игры. Сейчас главная победа во всех матчах, чтобы выйти на первое место. Вчера мы более серьезно подошли в игре. Сегодня первую половину мы также как ответственность играли, вторую половину провалили. Расслабились, уже почувствовали, что результат у нас. Уже победа все близка и расслабились. Две четверти. Последнее, что мы там плохо играли, играли не собранно. Считаю, вчера мы выдали хорошую игру, выдали хорошее попадание по всем параметрам статистики. Мы выиграли хорошо, попадали 52 трехочковых. Одержав эти победы, химчане возглавили турнирную таблицу молодежной лиги ВТБ. А в понедельник и вторник на этой неделе химки 2 сыграли еще два матча против дубля «Спартака» из Санкт-Петербурга. О результатах этих игр мы расскажем в следующем выпуске. Живой тренажер. Так отзываются о символе 2014 года врачи-зоотерапевты. Грациозные четвероногие – это не только красота, спорт и средства передвижения, но еще и лечение. Причем достаточно эффективное. Оно имеет физиологическое и эмоциональное воздействие. Ипотерапия – это один из компонентов лечебной верховой езды. С необычными врачевателями познакомилась Юлия Арианина. Трудно поверить, что на первую тренировку ловкую всадницу Аполлинарию Журину родители принесли на руках. Пять лет ипотерапии, больше года лечебной верховой езды и у девочки с синдромом Дауна, награды, медали, кубки и дипломы за участие в соревнованиях. Тебе не страшно? Нет. А было страшно когда-нибудь? Было. Как страх переборола? Трудно. Трудно было поначалу? Трудно. Мой ребенок изначально был. Ну, сказать плохо – это ничего не сказать. То есть достаточно неперспективные прогнозы были. Ну, мало приятные. Лечебные свойства лошадей известны с давних времен. Он еще Гиппократ заметил, что раненые воины, которые продолжают ездить верхом, быстрее вылечиваются. И вот он, современный терапевт. Лошадка-ромашка. Очень ласковая, что крайне важно в ипотерапии. Еще ромашка любит сахар. Пони для ипотерапии не годятся. Вся суть в том, что ритмы шага обычной лошади и человека совпадают. Переставляя задние ноги, лошадь совершает до 120 микро, так называемых, движений, микропаттернов, да, которые передаются ребенку. Он, сидя на лошади, опирается седалищными костями, на ногах не стоит, но получает, шагая ногами лошади, точно такие же вот эти последовательные микродвижения, которые делаем мы, переставляя свои ноги. Дальше срабатывает память связочного аппарата и мышечная. Со временем ребенок начинает правильно ходить. При этом обязательные условия. Лошадь должна быть здорова и не хромать. На лошади ипотерапевт создает апполинария определенные неудобства, то есть зажимает ее в какой-то точке, предположим, держит ее за одну ногу, и она должна на руках подняться на крупу лошади, изначально вися там где-то внизу. Странная поза наездника задом наперед на лошади – это одно из упражнений по коррекции зрения на ипотерапии. Это мы делаем для того, чтобы у ребенка расширилось зрительное пространство. Когда картинка удаляется от вас, вы имеете возможность охватить ее более, скажем так, масштабно. Многие детишки с ограниченными возможностями имеют как раз очень обуженное вот это зрительное пространство. И для того, чтобы иметь возможность вывести руку, конечность в пространство более длительное, туда должен быть устремлен взгляд. На занятия лечебной верховой ездой ребята могут попасть только лишь спустя какое-то время и с определенного возраста. Мостик, овраг, змейка – каждую стойку на своей лошади объезжает всадник Александр Шапкин. Новые препятствия спортсмену только в радость. Надо объехать. А иногда бывает такое усложнение, что голубым надо скакать, прямо объезжать. Это сложно. Мы обучаем детей верховой езде все в точности так же, как и обычных всадников норма. Никаких, отклоняется, скажем, специальных упражнений не придумано. Это могут быть просто специальные вспомогательные средства, которые мы одеваем на лошади. Это может быть седло, которое специально оборудовано. Это может быть стремена специально оборудованы. То есть специальное снаряжение, применяемое на лошадь. Но всадник обучается ездить точно так же, как всадник норма. Лошади лечат всадников даже своим теплом. Температура на полтора градуса выше, чем у человека. Но главное – это общение с животным, тренером и развитие силы воли у маленького пациента. Спортивная жизнь химок не стоит на месте. О ближайших событиях вы узнаете из нашей рубрики «Афиша». 15 января в рамках Еврокубка на паркете баскетбольного центра «Химки» пройдет матч между «Желто-синими» и «Маккаби». Начало в 19.30. 16 и 18 января в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерное» пройдет зимний кубок по конному спорту «Двоеборье» и «Конкур». Оба дня старт в 9.00. 18 января на Центральном лыжном стадионе «Снежинка» пройдет открытое первенство по лыжным гонкам на призы ЦПСК «Химки». Стартуют участники в 11.00. И 19 января в спортивном комплексе «Родина» состоится открытый турнир Центра дополнительного образования детей «Виктория» по мини-футболу. Начало в 10.00. И на сегодня это все о спортивных событиях. Мы встретимся ровно через неделю, ведь нам всегда есть что рассказать. Это был спортивный вернисаж с Екатериной Юшиной. До свидания.